снова всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами джек шепард продолжаем драга нет инквизицию и мы все так же двигаемся губит и локации пытаемся валить всяких плохих парней в общем вышел патч новый для игры я честно говоря боялся его скачивать не хотел хотел запустить игру без него но без него игра мне сказала что она не запустится поэтому пришлось представить патч он конечно много всего правит но некоторые люди вообще писали что у них игра не запускается я фэландарис нашел наконец-то теперь я могу вернуться в ту первую локацию и вы помните да так они должны драться с ним я тогда пожалуй кого я буду бить я не за голову убить я реально все моего главного героя убили это очень не круто нет уйди от меня уйди от меня слушайте мне кажется что был бы неплохой идеей ну-ка чё ты нас ждет иди сюда бей бей все понятно бракова убили я опять какое-то время не играл поэтому нужно будет сейчас немножко разыграться вспомнить что да как и и бежать вообще отсюда к чертям собачьим то что нас всех перебили все идите вон все идите вон я вот вам вот это вот сукину и убегу вот было бы клево если бы они все не меня били а друг с другом воевали да мне кажется было бы логично опаньки нет что-то мне подсказывает что я отсюда уйду живым хотя возможно и уйду особенно если загружусь в сейф до того как я на них напал наверное так и сделал потому что но это будет самым логичным из того что я мог бы делать вот посмотрите да 4 дня не играл подождите спокойно в сохранении снова нужно немножко к игре попривыкнуть и выдвинемся главное тут от растения собрать так хорошо чем не своими делать во первых выпей во вторых выпей что раздали нам конечно очень знатно так теперь возьму главные персонажи и пойду в стелсе все остальные стоят на месте позже где стелс что-то какие-то отнимые навыки типа я конечно не уверен на так вот вам урон засранцы так 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 все этих завалили теперь остался большой какого как вы успели умереть то все так так вали хромовника все хромовник убить теперь остался только ты засранец стоять кассандра сейчас умрет ты инжерт это я конечно все понимаю но блин типа спасай меня смотри че делает а просто ембовый какой-то давай быстрее ну это просто лол она спасает меня я тут же умираю короче все обычно у нас сейчас сэра погибнет пока я блэкула поднимаю да нет кассандра давай теперь ты слушайте у нас даже все более-менее живы что вообще очень странно так давайте все закидаем сами давать сможешь сэра мертва а сэре не нужна помощь так блин я вообще забыл как играть да ребят извините конечно что вот так вот все очень нехорошо у нас идет но правда в последнее время очень большая загруженность даже мой любимый драгон инквизишн не получается поиграть столько сколько хочется так удары фесом неплохо вы хоть используете свои мувки нет кассандра она не хочет свои супер способности использовать да как ты всех убил то чувствуриал что ли сюда сэр почему он сарник все полет всю вообще бесишь меня сэра поднимайся на он за камнем пошел всего лишь всего лишь чтоб его пошли так я наверное не смогу да никак тебя отправить ей так пока он занят сэрой мы идем поднимать блэквелла таки сэра кассандра очень сильно получила влог блэквелл не успел кинуть по моему и снова умер прекрасно да ко мне говорю так сэра сейчас все держится только на тебе если ты его не убьешь то мы все обречены ты понимаешь от сэра я очень сильно тебя надеюсь ты должна прикончить засранца все хорошая девочка так ну вот так вот очень криво мы его убили все таки я надеюсь что я разыграюсь не ошибки для вас я думала что сэрой улыбкой и улыбкой и улыбкой но она в самом деле была ошибка и улыбкой и улыбкой хорошая девочка милэдия адепта к своей специальной марте оборачивающейся все смыслы и увлечения как дать нам свои вещи что их обрабатывается разуме и мы ее обрабатываем лучшая идея А то что-то мне так кажется, мы так далеко не пройдем с такими-то успехами. В принципе, это был Великан, довольно тяжелый, плюс еще поначалу были хромовники. Мне кажется, что это что-то за стеной находится, то есть не здесь. В углу где-то, именно за стеной. Нам еще поищем. Давай, бери. Тихо. О, бутылочка. Тедовские бутылки, глубинный персик. Не столько процежен, насколько вычерпан. Охренеть в холодном темном месте под замком, разумею всего, там забыть. Я не посмотрел, сколько и скольки я уже собрал. Но я думаю, где-то еще штук здесь, наверное, осталось. И, кстати, действительно было бы неплохо сохраниться. Тикс. Опять враг впереди. Я же со спины подходил, но... Смешно. Так, понятно. Да вы шо... Опять здоровый пришел. Это... Вот это вот вообще сейчас не смешно. Какого черта? Откуда их тут столько? Я на эльфийской территории столько великанов не видел. Так, сэр, выпей. Я просто уже планирую реально отступать отсюда. И возвращаться в лагерь, где мы все баночки восполним. Кассандра, вот этого бей. Сначала бей чертовых храмовников. Потому что здоровяка мы прикончим потом. Тихо. Тихо. Спокойно. Все, 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 все. Уходим, уходим. Мы вернемся сюда потом и завалим уже чисто одного этого парика. К сожалению, Кассандра уже потеряна для нас. Нет? Все трупы за мной спавнят, смотрите. А, нет. Во, опять появились. Ну, я типа не вижу никакого смысла к нему туда идти. Без хилок. Так, я из лагеря пошел обратно по пути, по которому мы пришли, собственно, к тем гигантам. Не трогать мою пирамиду. Че? И нашел какое-то место, которое я до этого не особо-то и видел, с людьми, которые застряли во льду. И с надписями не трогать пирамиду. А я ее уже потрогал, получается. Че? Че это за пирамида? Хорошо. Как это закончилось? Что? Что? decade не знаю возможно серий права что иногда не хочется услышать конец как в этой сталь так как в тот храм вообще попал потому что ну сейчас я вообще не туда вышел я вышел к лагерю, да, из которого тоже проходил. А, я вспомнил, наверное. Я, скорее всего, вот здесь по дороге шел и заперся прям наверх. В общем, у меня окончился эльфийский корень. Нужно будет снова Лилиану засылать за эльфийским корнем, потому что сам я его вряд ли буду бегать собирать. А, тут у нас еще эти засранцы. Не, вы мне не нужны. Хотя, я тут рядом. Давайте заварим их. Всполним баночками, если что, тут же от лагеря начнем. Но, моя цель ты. Ты самый вообще мерзкий противный враг в этой игре. Реально, просто самый. Ничего нет бесячей, чем вот эта штука. Потому что вы его почти добиваете, он берет и перепрыгивает через пол локации. Вы думаете, типа, нет, стой, скотина. Куда пошел? Он только берет и еще раз так же делает. Все, наконец-то он погиб. Отлично. Все остальные, да, они как-то уже такие попроще, а вот этот... Так, хорошо. Снялся урон. Теперь ждем, что эти придумают. Вон он опять. Смотрите, гад. Все на него. Иди сюда. Что он делает. А, тут еще один. Понял. Все, убили вроде. Вроде бы да. Следующие. Получай. Почему, почему? Вот на этом же был... А, ладно. Мы все равно, короче, всех убьем, но... Я же навелся прямо на этого засранца. А в итоге убил другого. В общем, классной критической атакой. Как-то это не справедливо. Эм... Я думал, не его убьют. Вы все еще не можете его убить. Все, закрывай. Бум, бэйби. Новый уровень, 19. Я вот теперь уже склоняюсь к тому, что здесь 20 уровней. Максимально. Больше 20, вот... Хочешь, не хочешь, не сделаешь. Хотя мне, вот, в как-то раз в Dragon Age всегда... Ну, и вообще, в RPG, который мне нравится, мне всегда хочется, чтобы было... Побольше уровней, чтобы, да, максимум было гораздо больше. Ну, вообще, всегда в хорошую игру хочется играть подольше. Когда ты такой видишь, что... О, блин, походу, это уже финальная часть. Какое-то разочарование, что ли. Потому что хорошее приключение, оно всегда очень как-то... Быстро проходит, да? Когда вы там уже 50-60 часов наиграли, а вам кажется, что вы еще вот только-только вроде бы... Начали. У меня постоянно такая проблема есть с играми, что я так и думаю, вот... 40 часов отыграл, впереди, наверное, еще часов 70. Все только начинается. Но зато хорошо, что вот... Ведьмак скоро выйдет. Правда, его перенесли. Но как бы то ни было. Ведьмака я тоже буду играть. И второй я, на самом деле, только на два раза проходил. За одну сторону и за вторую. И меня очень сильно удивило, что там, по-моему, третья глава, она абсолютно отличается в зависимости от того, какой выбор ты сделаешь и на чьей стороне ты окажешься. Это очень произвело впечатление на меня в свое время. Так, я... Блин, мне теперь все больше кажется, что я иду реально куда-то не туда. Я разве от этого... Да я, наверное, от этого лагеря двигался. Не хочется, конечно, чтобы вы смотрели, как я тут туплю, но вы, наверное, за все прохождение уже на это насмотрелись и остались только самые сильные. Я, правда, не помню, как я попал в то место, но, наверное, через эту дорогу. Скорее всего, потому что я сюда как-то продвигался и к концу прохождения, ну, где-то даже к середине, уже теряется в памяти многие моменты, потому что, ну, если бы я, например, для себя проходил, я бы, наверное, чуть больше играл. Возможно, такой нет. Ну, я, например, не понимаю людей, которые в комментариях пишут, что сколько можно выпускать Dragon Age, там, типа, неинтересно, ну, или когда он уже закончится, типа, доход поскорее досмотреть. Люди, которые не смотрят прохождение, но там, под 50-й серия, например, пишут, типа, ну, чё-то как-то, чё-то как-то бы уж че-нибудь другое. Так. Да, всё, я нашёл. Ну, и это немного странно звучит. Тут, знаете, как будто бы я... Ну, вас же никто не заставляет... Это вот, если бы я сидел, смотрел сериал, который, знаете, мне не нравится, посмотрел бы там одну серию, понял, что он мне не нравится, и всё, и такой бы, ну, окей, всё, если кому-то нравится, пусть люди смотрят. Но я же... В общем, вы меня поняли, короче. Я рад, что есть зрители, которым нравится прохождение. Я для вас его делаю и для себя. В первую очередь. Так. Да-да-да. Мы пришли снова сюда. У меня, к сожалению, видите, да, эльфийские этим заканчиваются. Точнее, эльфийские корни у меня уже закончились. И теперь изделие восстановления у меня очень мало у всех. я думаю, что великан может быть такой неплохой проблемой. Ну, в принципе, одного там завалим 100%. Я уверен, что мы его завалим, но вот те ресурсы, которые мы потратим на его убийство, мне их жалко. у многих отталкивают от Dragon Age, Инквизиции, что игра раскрывается лишь через сколько-то часов прохождения. И, ну, люди такие говорят, блин, какой прикол играть в игру, которая там через 12 часов станет интересной. Блин, где вы видели RPG, в которой за первый час происходит все самое интересное. И потом, типа, это напряжение остается, и кульминация постоянно, да, что-то происходит. В том же масс-эффекте, который я люблю, было много моментов скучных. Но из-за того, что там очень крутой сюжет и интересная локация, было интересно все это проходить. А как и в любой RPG. Я до сих пор не забуду, как я во второй части летал на всякие какие-то непонятные планеты, собирал там какие-то ресурсы, чтобы что-то улучшать себе. Ну, что, типа, вообще никак не относилось к тому, что я спасаю мир. Ну, может быть, только косвенно, что эти ресурсы мне пригождались там для улучшенного оборудования, чтобы завалить вторжение плохих парней. Сорвнем. RPG чем дольше, тем лучше. Это я всегда буду так считать. Круто. Так, у меня-то уровень нужно способности посмотреть. Какие я... Вот это, кстати, крутяшка, я можно улучшить, да? А я что-то как-то на это не особо внимания обращал. Количество смертоносных порезов возрастает с ульнями череды успешных атак. Круто. То есть, я буду прям крутиться, крутиться, крутиться и 8 оборотов буду делать, вместо 4. Слушайте, мы одну баночку потратили на его убийство. Мне кажется, это клево. Здесь вон тоже столько всяких ресурсов прикольных. Столько вещей можно делать и прочее, прочее, прочее. А мне вообще сюда или как-то там дальше можно пройти? Давайте я сохранюсь и... По-моему, туда можно пройти. я даже не знаю как поступить. Наверное, надо сначала эту локацию смотреть. Скорее всего, будут всякие припасы и не особо можно будет вглубь пройти. Первый морщик, Так, чьи-то записки о красном лириуме из имприз Дюлиона. Я был в Кирквале, когда умерла Мередит. Она брала силы от красного лириума в своем мече и тот поглотил ее. Мы делаем то же самое, но еще живы. Фарния говорит, что поначалу многие слишком быстро сходили с ума. Надо принимать достаточно лириума, чтобы он изменил нас на не столько, чтобы он нас уничтожил. Он полагает ключ ко всему импшель. Импшель что-то знает о красном лириуме. С его помощью мы продержимся дольше. Он называет себя садовником. Вот как он это видит, значит. Добряет красный лириум, помогает им расти не слишком быстро, но не слишком медленно. Да вот сообщусь, их перебить надо. Это видите, или понравился им красный лириум. парный клинок серого стража. Ой-ой-ой-ой, я сейчас на такую толпу выйду, да? Ну, в принципе, они не такие сильные все. Так, сейчас я вас порежу все. ну, и правда, неплохая серия была, да? опаньки, туда хорошо и так, и так. Тихо, 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 тихо. Субтитры сделал DimaTorzok А вот теперь я немного заблудился Из описок рыцаря капитана Форнье До Нагория мы добрались ночью, мне немедленно поручили пронаблюдать за приобретением сорнейского карьера и нам рабочих Спросил командира, зачем нам карьер, если кристаллы и так растут везде Тот сказал, что на этой земле они будут расти быстрее и обильнее, так считает старший Почему он так в этом уверен и стал спрашивать, командир не любит вопросов, он наверное и сам не знает Некоторым моим бойцам хочется занять карьер силы, но командир не уточнил, зачем нам это место, так что думаю над более мирным подходом Если возбудим подозрения, сюда нагрянет какая-нибудь армия, возможно даже эта самая инквизиция Надо как можно дольше действовать скрытно Вчера я развидывал карьер, там тишина и покой, видимо из-за разбушевавшейся войны спрос на роскошной границе или на упал Появилась мысль, если торговля такой мощной орудия, почему бы не воспользоваться этим Хитрые жопы Нас хотели там воспользоваться в торговле Пускарки мага, супер крутой кинжал Вот так и... Цель там моя прям за стеной А вот проход за эту стену Черт его знает где Подождите, может тут нужно как-то, скажем так, пройти, спуститься и обойти? Ну-ка Так, сюда... А, ну нет, тут я был Ммм, и что тогда? Нет, вот сюда, на-на А может тут как-то... Нет, туда я пришел Всех там перебил Слушайте, я не очень понимаю куда мне идти Неложный Мшель В Сарне этой ночи появился солдат по имени Мишель Он много раз спрашивал о крепости В том числе и о вас Людям он заявляет, что вы демон Схватить его, конул Демон? Как это мерзко кого-то так называть Нет, не трогайте Мишель Он свой выбор сделал, я погляжу на его попытки Хотя, подозреваясь за своими благими намерениями Он уже через неделю найдет себе погибель Мшель Какой самоуверенный Мшель Так, возможно в том месте, где я дрался с этими засранцами Я что-то упустил Либо как раз проход, с которой я спрыгнул Можно было по нему пройти, например Потому что видите, такая очень светлая локация И многие вещи сливаются Спокойно на такое место умиротворенное Ага, вон там двери есть Вот в чем дело Тут, впрочем, еще есть спуск вниз Ну это назад Откуда-то назад Я, пожалуй, зайду Внутри Сындук вряд ли там что-то хорошее Вот, да Это тот самый проход, который мне нужен был Попаду, нет? Да, попал Иди отсюда Отстань от меня Так, пока вот этот здоровый не пришел Надо всех убить Ну-ка, давай-ка За спину ему врешь Ну не этого Сэра Я же вот на этого целился Оу Вот это да Вы видели, а? Ах ты ж свинот Вот так вот решил сделать Ну на, получай Я тоже могу тебе По спинке-то почесать кинжалами По спинке-то По спинке-то Неплохо Неплохо Выпей Не получится, наверное, кинуть Нет Нет Успел И давай Прижег Туда Хорошо Что Понравилось, да? Все Убили всех Ну да Ну да В принципе, испытание такое было неплохое Что ты говоришь Ооо Ты видишь, что смирает Много больше, чем обычно Или я ошибся? Очевидно И Слышите Слышите На инквизиторе Ты видишь Что-то Слышение Я не слышу Ну, по-моему, я лучше лучше защитить голову Забавно То есть, даже персонажи реагируют на любовные отношения Инквизитор с кем-либо Круто Слушайте Надо было, конечно, сначала выпить зелье Ай, ну ладно Я думал, он так потерпит Давайте-ка сохранимся Как это что за... Что это? Имшель, а вот и ты Как это страшно Или убийца Это так слишком сложно сказать Такой же страшный Ахэм Слово Слышение Струйс Время умереть Погодь 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 Эти ваши друзья? Они очень вежду Это бывает Правда Какой мое название Я покажу вам, что у вас улыбка Это не всегда должно закончить во плоте И все пусть Слышите Слышите Приятно Нет, ты умрешь, демон! Алфа, выбор? Спирит! Только не говорите, что я не попал! Так, иди сюда! Мерзкая морда! Сэра! Отпрыгивай! Стоп, сейчас блоков умрет Валим, 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 засранцы! Все, мега выстрел! Отлично! Да ты прикалываешься! Сдохни уже, ну! Ага, 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 ага! Самый умный, что ли, кто-то? Так... Ооо, четверочка! Стой, блок, окей! Так, теперь Кассандра наконец использует свои атаки! Стоп! Как тебе столько урона, а? Нравится? Сообщите Мишелю о кончении Мшели! Да-да-да! Вот это щит! Амулет силы я, правда, не посмотрел для кого! Так, 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 Кассандра! Оружие, вечный поход! Круто! Бери! Так, и амулет силы, это он у нас в аксессуарах! Для колок, понятно! Для колок, понятно! Ну, как щит-то хотят выглядеть! Ну, такой неплохой! Так, хорошо! Крепость Солидин! А вот тут штурм крепости со мной, да? Учитывая то, что я убил здесь зло этого духа! Не, ну вот, серьезно, чем я мог с ним галить? Я думаю, что была бы такая же фигня, как во второй части, когда... Мы решили погрызть с духом, он, в итоге, всем моим наплел про то, что у них может быть какие богатства и прочее, и они чуть ли против меня не обернулись Ты в порядке? Ты в порядке? Да Да Он не будет долго сейчас, Делириум принял его Почему демоны здесь, работая с Родными Темплярами? Угроженец нужно угроженц. Угроженцами, гранат, глянь, глядя, глядя, глядя... Не очень быстро, не очень быстро... Просто правильный, должно быть правильным Так, что он может быть правильным Ух-хм 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 Почему над всеми диалоги появились? Муншел мог бы тебя избавить. Он любил смотреть на груди. Он любил играть. Мы были его домом. Усложайся и живы. Усложайся и выживайся. О, но что он хотела... Нет, ничего, но это. Я выбрала красный. Я выбрала... Итак, я понимаю, что мы официально освободили эту крепость и теперь она наша. Во имя инквизиции. Специфика плюс один. Доступная новая операция. Прикольно. Так, хорошо. Изготовить оружие. Ммм, теперь я тут могу все изготовлять. Доспехи, заявки. Ммм, учителя. Я бы типа их улучшил, но видите, пророческий лавр пять штук надо. У меня три пророческих лавр. Я даже не помню, где их собирал. Совершенствовать доспехи не могу, потому что у меня их нет. Оружие тоже. То, которое на мне я усовершенствовал, а все остальное. Без ячеек. Так, нам восстановили... Кстати, нам не восстановили зелье, поэтому нужно, наверное, отдохнуть. Классное место. Я не понимаю, почему он все время с клинками. Хотя уже нажал, что установить бой. Видимо, это новый патч. Такой прикольный. Что мой главный герой с оружием бегает. На все остальные нет. Так, тут есть какой-то осколок. Наверное, он где-то наверх этой башни. Или наоборот, внизу. Я же как раз видел эту башню издалека, помните? Я такой говорю, о, неужели мы туда поднимемся? А, все вижу. Еее. Какой-то. Один из тринадцати в этой локации. Ну да. Так, теперь вопрос. Наверное, тут как-то по другому пути надо сюда пробираться. Мне так кажется. Той же монетой. Чтобы задание выполнено. Потому что тут вроде как все закрыто. В общем. Будем с вами продвигаться в следующей серии. Наверное, по этой локации. Либо. Вернемся. На нашу базу. Посмотрим, какие новые задания там появились. Одну очку потратим инквизиции. Ну, специфики именно. Вот. Посмотрим, что еще там можно будет сделать. Да. Мне кажется, что я должен из лагеря туда идти. В общем, большое спасибо, что смотрели. С вами был Джек Шепард. И счастливо.